Лаликасес во французском Ремотюэле. Этой элитной недвижимостью и еще несколькими домами на Лазурном берегу опосредованно владеют несовершеннолетние Камила, Александра и Владимир Махмудовы. Граждане Кипра, резиденты Монако и дети российского олигарха Искандара Махмудова. Искандар и его партнер Андрей Бакарев связаны с Измайловской организованной преступной группировкой, уголовные дела на членов которой заведены в нескольких странах Европы, пишет издание The Insider. Сам Махмудов к тому же обвиняется в отмывании денег в Испании. Они зарабатывают на крупных подрядах российского Минобороны, а еще на оккупированных Россией украинских территориях. Махмудов и Бакарев владеют частью в российском трансмашхолдинге, которому в свою очередь принадлежит 76% акций Луганск-тепловоза. После оккупации России и Луганска в 2014-м формально предприятие имело прописку в Северодонецке. В 2023-м его перерегистрировали по российскому законодательству. Они, во-первых, создают так называемую свободную экономическую зону. Это, к примеру, фактически что это такое? Это перечень предприятий, которые будут внесены в определенный реестр и будут освобождены от части уплаты налогов. Соответственно, они туда вносят эти компании, и эти компании уже не уплачивают налог. То есть идет такая вот коррупционная схема. Российский трансмашхолдинг владеет десятками предприятий и организаций по всей Федерации, а теперь и во временно оккупированном России Луганске. Это распространенная схема, говорят эксперты. Москва делает все возможное, чтобы доходные предприятия оказывались в руках близких к Кремлю олигархов. Во-первых, на более-менее прибыльные и рентабельные предприятия россияне поводили, оккупанты поводили внешние администрации. Таким образом это работает. То есть они забирают рентабельные предприятия, они поглощают рынок, имеется в виду рынок потребления на временно оккупированных территориях. И, соответственно, они ничего не вкладывают, скажем, в развитие шахт. Налоги идут в российский бюджет, а значит Кремль тратит их в том числе на войну против Украины. Но несмотря на сотрудничество с Минобороны страны-агрессора и коррупционные скандалы, Бакарёв и Махмудов так и не попали под санкции Евросоюза. Экономические ограничения ввели США и Великобритания. Баснословные деньги на войне против Украины, на войне информационной, зарабатывают и российские пропагандисты. По данным российского телеграм-канала, можем объяснить, Симоньян получает около 200 миллионов рублей в год, Киселёв — 150 миллионов, а Соловьёв — около 100 миллионов. Почему все эти люди не заступаются за Израиль? Потому что им, ну, очевидно, мила политика Российской Федерации и им мило всё то, что делает сейчас Владимир Путин и российское руководство. И поэтому они не осуждают его. Вот те деньги, которые они зарабатывают сейчас в России, они в нормальной стране не получат никогда. Да, потому что вот такие пропагандисты-преступники откровенные, такие деньги там никогда не заработают. А вот вкладывать и хранить свои средства приближённые Путина предпочитают на Западе, там, где живут их дети, и там, где они приобретают самую дорогую недвижимость.